Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст говорит в 21-й беседе на послании к евреям апостола Павла «Быть пришельцем в мире есть первая добродетель». Первая добродетель и даже все добродетели состоит в том, чтобы быть странником и пришельцем в этом мире. И не иметь ничего общего со здешними вещами, но быть в таком отношении к ним, как к чуждым для нас, подобно тем блаженным ученикам, о которых апостол говорит, скитались в милотях и козьих кожах, те, которых весь мир не был достоин. Евреям 11 глава 37-38 стихи. Они называли себя странниками, а Павел сказал о себе еще нечто и большее. Он не только назвал себя странником, но говорил, что он мертв для мира, и мир мертв для него. Для меня, говорит, мир распят, и я для мира. Галатам 6 глава 14 стих. «А мы ведем себя, как здешние граждане, устрояем все дела свои в жизни так, как настоящие граждане. Чем праведники были для мира, то есть странниками и мертвыми, то мы для неба. А чем были они для неба, то есть живыми гражданами, то мы для этого мира. Потому мы и мертвы, что уклонились от истинной жизни и избрали временную. Тем мы и прогневляем Бога, что не хотим отстать от земных благ, тогда как нам уготовано небесное блаженство. Но, подобно червям, присмыкаемся из одной земли в другую, а из этой опять возвращаемся в ту. И вообще нисколько не хотим опомниться и отстать от дел человеческих. Но как бы, погрузившись в сон или одурев от опьянения, увлекаемся мечтами, сомкнули наши очи и умственные, и телесные, мы ведем речи, говорим вздор. «Святые были странниками и пришельцами. И каким же образом и как? Не называли ли они себя странниками по отношению к одной земле палестинской? Нет. По отношению к целой вселенной. И справедливо. Они не видели в ней ничего такого, чего желали, но все было для них странно и чуждо. Они хотели упражняться в добродетели, а здесь было множество пороков. И потому все здешнее было для них чуждо. Они не имели ни одного друга, ни одного близкого человека, кроме немногих. А как они были странниками? Они не заботились о здешнем и доказывали это не словами, а самими делами. Каким же образом? Бог сказал Авраму, оставь мнимое отечество и иди в землю чуждую. Бытие 12.1. И он не остался там по любви к близким, но без сожаления оставил его как бы землю чуждую. Бог сказал ему, принеси в жертву сына своего. Бытие 22 глава 2 стих. И он принес его так, как бы вовсе не имел сына. Принес сына, как бы не был обличен человеческой природой. И имущество свое он считал общим со всеми приходящими и ставил его и ни во что. Первое место предоставлял другим. Подвергался опасностям. Терпел бесчисленные бедствия. Не строил великолепных домов. Не роскошествовал. Не заботился об одежде и ни о чем другом, что бывает в здешнем мире. Напротив, жил жизнью горнего града. Был странолюбив, братолюбив, милосерд, долготерпелив. Презирал имущество, настоящую славу и все прочее. Таков был и сын его. Когда его гнали и нападали на него, он не противился и уступал, как находящийся в земле чуждой. Странники, чему не подвергаются, переносят все, как находящиеся не в отечестве. И лишение жены он переносил, как странник. Он жил высшую жизнью, сохраняя целомудрое и всякое воздержание. Родивши сына, он не имел общения с женой, а женился уже тогда, когда прошел цвет юности. Показал, что он сделал это не по страсти, но дабы послужить исполнению обетований Божьих. А Яков? Не искал ли он только одного хлеба и одежды? Таких потребностей, которые свойственны истинным странникам, пришедшим в крайнюю бедность. Будучи гоним, он не уступал ли, как странник? Не работал ли по найму, не терпел ли бесчисленные бедствия, путешествуя везде, как странник? Перенося все это, они показали, что ищут другое отечество. О, какая разность! Они ежедневно томились желанием освободиться отсюда и возвратиться в свое отечество, а мы напротив. Когда случится какая-нибудь болезнь, то мы, бросив все, подобно малым детям, плачем и боимся смерти. И справедливо терпим это, потому что не живем, как странники, и не спешим туда, как в отечество, а идем, как на казнь. Потому мы и скорбим, что не пользуемся вещами, как должно, а извратили порог вещей. Потому мы и мучимся, тогда как следовало бы радоваться. Потому и трепещем, подобно убийцам и разбойникам, когда им предстоит явиться на суд. И когда они припоминают все дела свои, и оттого старшатся и трепещут. Не таковые были те мужи, но они сами спешили туда. А Павел даже воздыхал о том, как он сам говорит. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 4 стих. Таковы были и Авраам, и подобные ему. Они были, говорит апостол, странниками для целой вселенной и искали отечество. Какого? Не того ли, которое оставили? Нет. Ибо что препятствовало им, если бы они хотели возвратиться туда и быть его гражданами? Они искали отечество небесного. Так спешили они удалиться отсюда и таким образом угождали Богу. Посему и Господь не стыдится называться их Богом. О, какая честь! Бог восхотел называться их Богом. Но что скажешь важного в том, что Он не стыдится называться Богом их. Тогда как Он называется Богом земли и Богом неба. Это важно. Поистине важно. И служит знаком великого блаженства. Почему? Потому что Он называется Богом неба и земли, так же как и Богом язычников. Он Бог неба и земли, так как творец и устроитель их. А Богом тех святых Он называется не в этом смысле, а как близкий друг их. Тем уже были так славны, так много имели дерзновения пред Богом, что Он не только не стыдился назваться их Богом, но и Сам говорил, Я есмь Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Исход 3 глава 6 стих. Будем возлюблены и мы странниками, дабы не стыдился нас Бог, не стыдился и не предал геяния. Таковы были те, которые говорили, Господи, Господи, не от Твоего ли имени пророчествовали, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. Матфея 7 глава 2 стих. Но Христос, смотрите, что говорит им, Я никогда не знал вас. 23 стих здесь же. А как же ты наказываешь тех, которых не знаешь? Не знаю, говорит Он. В другом смысле, то есть отвергаю вас, отказываюсь от вас. Да не услышим и мы этого грозного и страшного изречения. Если те, которые изгоняли бесов, пророчествовали, были отвергнуты за то, что вели жизнь несоответствующую словам, то не тем ли более мы? Но как, скажешь, могут быть отвергнуты те, которые пророчествовали, совершали чудеса изгоняли бесов? Они могли впоследствии измениться и сделаться порочными, потому и прежние добродетели не принесли им никакой пользы. Нужно иметь не только начало славное, но еще более славный конец. Ибо, скажи мне, оратор не старается ли сделать блистательным заключение своей речи, дабы удалиться при рукоплесканиях? Градоправитель не является ли более блистательным при конце своего правления? Ротоборец, если не явит блистательного конца и не будет победителем до конца, но победив всех, сам будет побежден последним, не лишится ли пользы от всех трудов своих? А корчей прошедствует целое море, но у пристани разбивший корабль не теряет ли всего прежнего труда своего? А врач, если он, избавив больного от болезни, расстроит его тогда, когда мог восстановить окончательно, то не портит ли всего дело своего? Так бывает и с добродетелем. Кто к началу ее не прилагает надлежащего и соответствующего конца, тот погубляет все и погибает. Таковы те, которые вначале весело и гордо выступали на поприще, а потом упали духом и ослабели. Потому они и лишились награды, и не признаны Господом. Пусть слышат это те из нас, которые преданы сребролюбию. Оно есть величайшее беззаконие. Корень всех зол, говорит апостол, есть сребролюбие. Первая Тимофея, 6 глава, 10 стих. Пусть слышат те из нас, которые хотят увеличить свое состояние. Пусть слышат и отстанут от любостяжания, дабы не услышать того, что услышали те, отверженные Господом. Будем слушать теперь и соблюдать это. Дабы не услышать тогда, будем слушать теперь со страхом, дабы тогда не услышать. В наказание отойдите от меня. Я никогда не знал вас. Никогда. Даже и тогда, когда вы пророчествовали и изгоняли бесов, можно думать, что в этих словах выражается еще нечто другое. Именно то, что они тогда вели жизнь порочную, ибо вначале благодать действовала и через людей недостойных. Если она действовала даже через Валаама, то тем более могла действовать через недостойных для тех, которые имели получить от того пользу. Если же чудеса и знамения не могли избавить от наказания, то тем более всякий другой хотя бы достиг высшей чести, хотя бы благодать действовала при рукоположении его, и во всем прочем для пользы нуждающихся в предстоятелях. Сам услышал от Господа, я никогда не знал тебя. Даже и тогда, когда действовала в тебе благодать. О, какая требуется нам чистота жизни. Как она одна, сильна для того, чтобы ввести нас в Царствие Небесное. Как без нее человек погибает, хотя бы он мог являть бесчисленные знамения чудеса. Ничто так неприятно Богу, как добродетельная жизнь. Если любите меня, говорит Господь, не сказал творите чудеса, но соблюдайте мои заповеди. Иоанна 14 глава 15 стих. И еще. Вы, друзья мои, не тогда, когда изгоняете бесов, но если исполняете то, что я заповедую вам. Иоанна 15, 14. Первое, дар Божий, а последнее есть и дар Божий, и вместе дело нашего усердия. Постараемся же сделаться друзьями Божьими, а не остаться врагами Его. Что же, скажете, делать нам, дабы спастись? Начнем упражняться в добродетелях, пока есть время. Разделим для себя добродетели, как земледельцы разделяют земледелие. В один месяц преодолеем в себе склонность к злословию, дерзость, несправедливый гнев. Положим для себя законами, скажем, ныне исправим это. В другой месяц получимся терпению. В третий еще иной добродетели. И, приобретавши в ней навык, перейдем к новой. Подобно тому, как в учении мы, сохраняя прежнее, приобретаем новое. После того перейдем к презрению богатства. И, во-первых, будем удерживать руки от любостяжания, а потом творить милостыню. Не будем смешивать всего вместе, одними и теми же руками, и похищать, и подавать милостыню. Затем приступим к другой добродетели, а от нее еще к иной. И всякая нечистота, говорит апостол, не должна даже именоваться у нас. Так же сквернословие и пустословие смехотворства. И Фессианам 5 глава 3 стихи. Исполним и это. Здесь не требуется ни издержек, ни трудов, ни усилий. Довольно только хотеть, и все сделается. Не нужно для этого предпринимать далекого путешествия или переплывать в беспредельное море, но только постараться оказать усердие и воздерживать язык от неумеренных оскорблений. Исторгнем из души своих гнев, порочные похоти, склонность к чувствам удовольствия, роскоши, сребролюбии, навык к клятвам и клятвам преступлениям. Если мы будем таким образом возделывать самих себя, сначала исторгая терния, а потом насаждая небесное семя, то можем получить обетованные блага. Господу нашему славу во веки веков. Аминь.